И снова приветствую вас у себя на канале. В одном из комментариев под последним видео мне написали такую вот интересную вещь про будущие функции After Effects. И несмотря на то, что я не любитель копаться в бетах и раннего доступа, у меня эта мысль застряла в голове. И в итоге я решил присмотреться к этим новым 3D функциям более подробнее и попробовать их, ну и заодно рассказать вам. Так что я отправился устанавливать новую бету After Effects. И вот она родимая уже стоит у меня на компьютере, трясущимися ручечками я создаю новую композицию. Создаю новый Solid, включаю у него режим 3D и... Вот оно чудо обновленного After Effects. Ну а теперь серьезно. Вот перед вами список тех новых функций, которые появились в After Effects именно в 3D области. В основном они связаны с работой с камерой и вот с этими радужными штучками, которые вы видите сейчас на экране, которые называются Gizmo. Они знакомы, я думаю, любому, кто работал с 3D Max, Cinema, Maya. Там это все уже лет, наверное, 8 точно существует. Сейчас мы по всем этом пробежимся, но я хочу привлечь ваше внимание к одной интересной фишке, которую я не буду рассказывать в этом видео. Но просто упомяну, что в новых версиях After Effects, которые выйдут, это вот сейчас бета, а в новых, которые выйдут, значит, появится поддержка для декодирования видео, хардвардного, да, на NVIDIA и на карточках AMD. Что, в общем-то, должно быть интересно. И, по-моему, это касается также и Premiere. Вроде как сейчас это делается только за счет Intel-овского Quicksync-а технологии, которая встроена в процессор. И в настройках теперь можно обнаружить вот здесь вот дополнительную галочку, которая как раз, ну, в моем случае за NVIDIA отвечает. Что как раз и относится к хардвардному декодированию. Также в бете присутствует новая версия Rotobrush, которая занимается автоматическим выделением объектов в кадре. У меня по Rotobrush первой версии, ну, обычному, который сейчас есть, есть отдельное видео, кому интересно посмотреть. Это достаточно интересные технологии. Так вот, во второй они добавили свой искусственный интеллект Sensei. Ах, да. Ты говоришь по-японски. И типа теперь должно стать гораздо удобнее. Но об этом я, скорее всего, расскажу в будущем видео. Посмотрю, поковыряюсь. Так что не забывайте подписывайтесь, чтобы получать уведомления. Ставьте там колокольчики. А пока мы вернемся к изучению функции 3D. Первонаперво обращу ваше внимание на то, что вместо обычного инструмента камеры, который располагался вот здесь с помощью одной кнопки, у нас теперь есть три инструмента для каждого движения камеры отдельно. И у каждого есть еще не спадающий список для нескольких режимов, которые в основном связаны с тем, что эта камера движется либо вокруг центра сцены, либо, соответственно, вокруг курсора, что тоже многим будет знакомо по 3D-редакторам. Как видите, сейчас в сцене всего лишь один объект и нет камеры. Но я могу уже вращать и делать вот эти вот всякие повороты с как бы виртуальной камерой, которая по умолчанию существует в After Effects. Я могу также, например, пойти, либо сбросить на стандартный вид, либо, соответственно, сделать камеру обычную из того, что здесь вот накрутил. Вот она у нас появилась. Раньше для того, чтобы что-то крутить в сцене, обязательно нужно было создавать камеру, ну, что не очень как бы доставало, но я вообще написал себе скрипт для создания камеры, и это было нужно всего лишь одно нажатие кнопки, поэтому меня как-то особо это не трогало. Если, кстати, вас такой скрипт интересует, то ссылочку я оставлю в описании. Можете повесить его на кнопку в Toolbar или Kabar, и это, на мой взгляд, достаточно удобно. Можно сделать свои любимые настройки, прописать всё в скрипт, и будет создаваться камера, какая вам нужна сразу. Всего лишь за одно нажатие мышки. Из интересных режимов для работы с камерой, мне здесь понравилось, что кроме того, что камера может как бы приближаться к какой-нибудь точке в центре экрана, ну, как обычно, Point of Interest, да, куда смотрит камера, можно, соответственно, работать, например, с какой-то точкой, которая располагается где-то в рандомном месте, где был ваш курсор, когда вы нажимали мышкой. В принципе, это может пригодиться для того, чтобы конкретно рассматривать какие-то области. Тоже, например, Cinema так умеет делать, и, в общем-то, к этому привыкаешь, и достаточно удобно. То же самое и касается, например, других вот режимов работы с камерой. Но мне не понравилось то, что исчезла камера Unified Tool, которая вот здесь находилась. Когда я просто разными кнопками мыши мог управлять, трекать, приближать, панорамировать и орбит, ну, вращать вокруг этой точки, соответственно, просто мышкой. Здесь вот теперь приходится вот так вот постоянно выключаться, переключаться, вернее, на инструменты. На мой взгляд, это вообще пипец, как неудобно. Ну, постоянно мышкой елось в этот край экрана. Позже я в настройках расскажу, что там придумали, как альтернативу подобному методу. Но вот сейчас, конечно, камеры Unified Tool очень сильно мне не хватает. Потому что, например, кто смотрел мои предыдущие уроки, я достаточно часто ее использую. Мне кажется, это одна из лучших нововведений, которые After Effects для 3D смогли стырить из других программ, где все это делается тоже с помощью, по сути, всего лишь одной руки. Ну, а пока вернемся к изучению вот этих вот радужных линий, которые у нас появились для выделенных слоев, с помощью которых мы, соответственно, можем брать вот эти вот стрелки и передвигать по каким-то конкретным осям, при этом еще и рисуясь, как видите, розовой линией, насколько мы сдвинули. Вот это вот совмещенный инструмент. Здесь у нас, соответственно, Position, масштаб есть. Правда, масштаб только вдоль какой-то конкретной оси. Ну, вот пока, видите, не сразу у меня получается прицеливаться. Здесь вот есть квадратик, вот как бы в него масштаб пошел, да? Иначе стрелка, соответственно, движение, ну и вращение. Вот мне пока из всего этого нравится больше всего вращение, как сделали, потому что можно теперь удобно. Я в уроках все время путаю оси, а тут вот сразу наглядно видно. Ну и по цветам также легко учить RGB, XYZ. Ну и стрелки тоже удобно. Масштаб что-то мне здесь не понравился, потому что он как-то вот, не знаю, редко когда приходится что-то масштабировать по одной оси. Помимо того, что вот это выглядит таким образом, где тут у нас стрелки и кружочки, есть вот тут еще переключение по разным режимам. Кстати, забыл добавить, вот когда мы делаем вращение, мы можем вот вращать в свободном как бы пространстве, но добавились несколько ограничителей, то есть мы можем вращать, например, только в X. Вот я сейчас вверх-вниз двигаю, оно не двигается только по бокам. Либо, соответственно, наоборот. Только вверх-вниз, но вбок не двигается, как бы я мышью не двигал. Ну, такие ограничения достаточно прикольные, я думаю, где-то смогут использовать. Прямо вот по умолчанию хочется средней кнопкой мыши, потому что на предыдущих After Effects как панорама работала. Вот привычка осталась двигать камеру таким образом. Вот теперь я возвращаюсь к выделению. Когда у нас выделены объекты, вот здесь вот тоже ряд кнопок добавились. Вот эти вот со стрелками. То есть вот по умолчанию Gizmo совмещенный, как бы все вместе. Теперь, значит, у нас только положение. Здесь вот, кстати, вот сразу по плоскости или по осям. Ну, кто работает в 3D, там это все давно есть. Масштаб, соответственно, тоже конкретная ось, либо в конкретной плоскости. Ну, здесь вот в какой мне надо плоскости? Вот синюю. Вот оно, видите, масштабируется. С шифтом, соответственно, пропорционально действует. И осталось нам вращение посмотреть. Ну, здесь те же самые кольца. Они, в принципе, удобно сделаны и в обычном режиме. То есть, по сути, вот переключаться в этот режим я вижу только из-за масштаба, потому что вот по масштабу этих, как бы, манипуляторов на экране в данный момент не видно. Остальные все доступны и так. Ну, как вы знаете, я обычно люблю, когда в программе появляются новые функции, и очень не люблю, когда исчезают старые функции. Поэтому за то, что убрали камеру Unify Tool, мне это очень не нравится. Я к ней привык, и я прям был в восторге от нее, по сути. Ну, так мягко говоря. А вот эти манипуляторы, ну, я думаю, не пригодятся. В принципе, это чисто функциональное такое нововведение для удобства. Единственное, конечно, они выглядят, на мой взгляд, немного слишком они толстые. Как-то очень бросаются в глаза. Очень много места занимают на экране. Хотелось бы их чуть поэлегантнее, что ли, видеть, не знаю. Или какую-нибудь настройку, там, типа прозрачности. Потому что, например, когда мы рисуем маску, вот, эти линии тоже видны, но они выглядят гораздо тоньше, чем вот эти вот манипуляторы. И хотелось бы, чтобы они как-то менее бросались в глаза, что ли. Потому что если у нас будет несколько слоев там, то вся эта радужная какафония, конечно, создает уже собственную композицию с собственным дизайном. Кстати, тормозит достаточно сильно. Прям всего-то пяток слоев, но лагает прям неимоверно. А вот без этих манипуляторов гораздо отзывчивый экран работает. Так что они еще, походу, и тормозные. В принципе, вещь, конечно, полезная. И вот так вот немножко я посмотрел. Это, конечно, гораздо удобнее выглядит, когда создаются такие вот сцены по принципу параллакса. У меня есть конкретный урок, где мы все это изучали движение камеры 3D в After Effects. И создавали эффект параллакса на изображении с помощью как раз 3D слоев After Effects. Ссылка в описании. Как всегда, можете там найти, посмотреть. Если вдруг пропустили, то двигать слои вот с помощью этих штук мне показалось гораздо удобнее. Манипулировать ими на самом деле поудобнее, чем предыдущими, которые я порой даже на экране не видел. И в них было трудно попасть за счет того, что их сделали более наглядным. Соответственно, манипулирование происходит гораздо удобнее. И можно даже обойтись без лазания куда-нибудь там в настройке, как я обычно привык. Ну а теперь давайте посмотрим про настройки, которые добавились в After Effects для этих инструментов. Вот здесь вот в режиме 3D появляется такое окошко. И что мы здесь видим? Во-первых, кнопки 1, 2, 3 на клавиатуре, они теперь перехватываются. И если раньше они использовались для быстрого перехода по сцене, можно создавать были такие вот номерные маркеры и потом быстро по ним переходить, что я лично тоже очень часто использовал. У меня тоже есть отдельное видео про него, можете посмотреть, полюбопытствовать. Так вот, я часто использовал, мне казалось это тоже удобным, но сейчас они перехватили и, ну, не знаю, как-то вот не очень элегантное решение. Опять же, вместо старых кнопок использовать что-то новое. Это, конечно, в стиле Adobe, но, блин, не знаю, люди привыкли уже, мне кажется, не нужно было так делать. То же самое, кстати, 4, 5, 6, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, они переделали. Теперь, если мы, например, вот у нас выделен объект, я нажимаю вот 1, 2, 3, видите, они здесь переключаются, вот я клавиатурой переключаю. И, соответственно, 4, 5, 6, это вот когда у нас выделена стрелка, 4, 5, 6 будут переключать вот эти вот режимы, видите, масштаб вращения, поворот. 1, 2, 3 для переключения между камерами. Но я уже сказал, мне это кажется очень неудобным, потому что надо в башке держать в каком-то режиме камеры сейчас находишься, чтобы там двигаться туда или сюда. Это как-то вот что-то не активнее особо, не зашло. Тем более то, что камерные, номерные вот эти вот маркеры, они теперь что-то даже и не создаются, к сожалению. Это очень жалко. Как грустно! Ну, еще две дополнительных настройки. Соответственно, когда мы держим клавишу Alt, как раз вот эти вот кнопки мыши, правые, средние и правые, они работают как прежние камеры Unified Tool. Раньше это нам был только инструмент выделить, сейчас это работает как в синеме, по-моему, там тоже на даль держать. Ну и с помощью колеса мыши мы работаем с приближением камеры. То есть, если вот я, например, где-то тут у меня все свалилось, вот я кручу колесо мыши, видите, камера, она приближается. А держа клавишу Alt, вот я ее зажимаю, соответственно, вот у меня пошло вращение, средняя кнопка мыши это панорама, и теперь доли приближения. Соответственно, ну, по-моему, это как раз, как это, правая кнопка мыши, здесь вот работает, по-моему, от курсора, да? Нет? Здесь в настройках можно выбирать, как это место, вокруг которого крутится, будет выглядеть. Вот я, например, сферу поставил. И теперь я создал камеру двухузловую, там она более предсказуемо, на мой взгляд, работает. Соответственно, вот вращение вокруг места, ну, тут вот режим, который тут у меня выбран. Вот. В принципе, ладно, неплохо. Неплохо, единственное, надо будет привыкать, конечно. Теперь Alt нажимать, но я как-то не особо по поводу этого парюсь. Раньше, например, камера Unify Tool, она висела на кнопке C. И если вы нажимали кнопку C, то в какой-то режим, кстати, если сейчас просто нажимать, он как раз переключается по очереди, как 1, 2, 3. Так вот, раньше, когда вы кнопку C нажимали, у вас там, в конце концов, вы с камерой Unify Tool переходили на другие, как раз, вот инструменты, которые там в нем вот так вот были вложены. И это терялась, вот эта вот кнопка. Ну, вот Alt включается, насколько я понял, прям в любом режиме, в каком бы я ни находился. Так что это достаточно неплохо. Собственно, вот пока и все нововведения, что касаются 3D в After Effects, как видите, не густо, никаких революционных новых фишек. Программу добавлено не было, просто чуть-чуть повысили юзабилити, так сказать. Ну, скажем, и за это спасибо. Думаю, гораздо интереснее будет повозиться с Artbrush. Я уже почитал некоторые комментарии, там некоторые люди прям в восторге, хотя я не склонен доверять обычно таким излишне эмоциональным отзывам. Ну и заключение, народ. Не забывайте поддерживать канал, обязательно ставьте лайки и пишите какой-нибудь комментарий, чтобы моему каналу было легче продвигаться на ютубе, потому что последнее время стало очень жестко. Поддержите, если вам не жалко. Кто здесь впервые, подписывайтесь на канал, конечно же. Ну и присоединяйтесь к просмотру предыдущих уроков. Здесь уже много всякой полезной информации по After Effects практически на любую. Используйте поиск по каналу, заглядывайте в описание, там я оставил для вас полезные ссылки, про которые говорил. Присоединяйтесь к социальным сетям. На этом у меня все. Пока!